Сегодня Святая Церковь молитвенно чтит праздник святителя Николая, одного из самых любимей святых Вселенской Православной Церкви для детей, для взрослых, потому что никто не уходит, если обращается с молитвенным взором к святителю Николаю неуслышанным. Святитель Николай родился в городе Миры, где и он был епископом в последствии благочестивых родителей Феофана и Нонны. Из его жизнеописания сказано, что он в купеле крещение постоял на своих ногах, будучи еще младенцем, долгое время, но после родов мама исцелилась от болезней, которые в ней были. Жизнь мальчика проходила в теплой молитвенной среде, потому что его дядя был епископом. Они пребывали постоянно в храме, хотя это был такой период, что и были гонения на церковь, ариане всячески буйствовали, ереси начали развиваться. Но благодать всегда Божья, она не мощная, врачующая, искудивающая, восполняющая. Уже достигши совершенного возраста, все видели в нем ревностного пастыря, церкви Христовой будущего. Он постоянно был в храме, молился, был рукоположен своим дядей священника, но он пожелал посетить святые места и там тайно хотел остаться для усовершенствования своей жизни, потому что время это было очень много пустыни и подвижников благочестия. Когда он пришел в Святой Град Иерусалим, перед ним ночью открылись сами собой двери, и он зашел и поклонился всем святыням и услышал голос, что ему нужно возвращаться в свою землю, потому что Господь приготовил иной жребий для его служения. Придя в свой город, когда уже епископ приставился, стал вопрос, кого избрать на служение епископское. И епископ сказал, это было благословенно Богом, иначе ты не назовешь этого. Кто придет самый ранее на молитву, он всегда приходил в храм за полночь и молился у дверей храма, после входил в храм и совершал там обыкновенные молитвы, какие нужно совершать священнику, христианину и вообще человеку. И все увидели в этом промысел Божий, и епископат избрал для города Миры святителя Николая архиепископа Меликийский чудотворца. Его жизнь была очень строгой саму к себе в первую очередь, он был милостив людям. Мы читаем только некую часть чудотворений и тех событий, которые были в жизни святителя Николая, явный пример, когда отец хотел отдать своих дочерей по нищете телесно, не было за что купить хлеба, обуться для жизни, и он хотел отдать своих дочерей на скверную прибыль, это грех блуда. Уже было договорено, что дочери должны куда идти, и сколько должно было уплачено за этот лукавый труд. И святитель ночью бросил треузельца злата, сказанного Кафистей, и тем самым сохранил семью от тяжелого греха. Когда было для его местности, угрожал голод, он явился, будучи живым, купцу ночью, и даже дал несколько монет в руку, чтобы тот привез пшеницу в город Миры. И таким образом, молитвам святителя Николая было совершено чудо, уцелели люди от голода, и прославил он дивно святых Бога, и не только он, а все живущие, которые были сопричастны к этому событию. Святитель Николай везде не стоит во стороне человеческой беды и горя, потому, наверное, никто не благодарит его за те благодеяния, особенности просят у него милости. Когда были осуждены воины на смерть неправедно, и они воззупили к себе щедрому Богу, они знали, что святитель Николай является скорым помощником, он был еще тогда живым, и воззупили к нему, и он предстал перед палачом, человеком, совершающим это указ, войти за руку, но перед тем предупредив императора за то, что они неправильно осуждены, и спас неповинных от смерти. Мы знаем много примеров и в жизни святителя Николая, и в сегодняшние дни, потому что такой близкий, такой теплый, такой родной, святитель Николай, он всегда помает всем и вся. Мы обращаемся к нему, те, кто плавает по морю, потому что он спас и на море, когда корабль должен был разломанным быть. И самое главное, что он всегда хранил чистоту и святость веры. Это во все времена, 2000 лет, 17 веков, когда он жил на земле, мы имеем посягательство ересей, расколов церкви Христовой. Это не сама церковь раскалывается, а раскалывается, разъединяется народ. И вот 325 год, Первый Вселенский собор, он прибыл с другими великими святильниками Церкви Христовой, это был Спиридон Тремифунский и ряд других святителей, которые вышли из тюрьмы, это были пустынники, они были изнаны со своих кафедр. И когда начал Ария говорить хульные речи на Вторую ипоста живоначальной Троицы Христа Спасителя, Арию святитель Николай ударил по щеке. Собор запретил за такое действие в богослужении и забрал у него амафор. Но Господь любит ревность святых своих людей, не только святителей, священников и мирян. И ночью явился в сонном ведении многим епископам сам Господь, и они увидели, что Божья Матерь вручила амафор святителю Николаю, а Спаситель мира вручил ему Евангелие. Тем самым поняли, что Господу было угодно его дерзновение, и Господь его не осуждает, и на следующий день восстановили его в епископском достоинстве, и он совершал свой святительский подвиг уже до преклонных лет. Господь призвал своего любимого ученика, святителя, тут причастившись, Таин Христов дал благословение и с радостью придал свою душу в руки Богу. Эти все примеры учат нас, как мы должны относиться к своей земной жизни. Что можно говорить многое, ничего не делать. Но на примере, как апостол Павел говорит, мы ничего не имеем, но в то же время все можем обладать и обладаем, потому что Господь пошлет обязательно по просьбе нашей для других людей и хлеб, и здоровье, и все, что необходимо проситься и дастся вам. Поэтому святитель Николай явил пример, как мы должны молиться, как мы должны переживать за наших братьев, и как мы должны стоять ревностей в защищении своей веры, потому что неправильное понимание, что церковь раскололась, церковь не раскололась, церковь осталась и остается всю жизнь святой и непорочной. Созижда церковь мы и врата ада не удаляют ее. Это мы раздваиваемся в своих мнениях, мы делимся на чужих, своих, на апостоловых, на Киффиных и на других, а не может этого быть. Апостол Павел говорит, я благодарю Бога, что никого не крестил, кроме дома Стефанова, поэтому мы не должны делиться, мы должны помнить всегда, что нет национальной церкви, что нет исторической какой-то церкви, есть святая, соборная, апостольская церковь, о чем мы каждый день исповедуем в символе веры. И только тот человек, который хранит себя в чистоте и святости, он имеет надежду, имеет благословение Божие. Даже, может быть, он последний быть грешник, по нашему пониманию, но не имеет надежду на милосердие Божие, потому что если вы исповедуете меня предчеловеки, я исповем вас пред Отцем моим Небесным, говорит Господь. И если люди себя хранят в церкви, значит, они правильным идут путем, они соблюдают все то, что Христос говорил. Апостол Павел на сегодняшние проблемы дня, он говорит, если вам благовествует не то, и к чему мы вас научили, да будет им анафема. То есть, я уже сказал, что не может быть никакой национальной, никакой политической, ни другой церкви, как Церковь Христово Вселенская Православная. В этот день мы призваны, и все, я уже сказал, любят этот праздник, но не надо из него делать Николая шуточника, не надо делать его дедушкой. Он был и есть, и остается молитвенником. Мы должны помнить, что он слуга Божий, что он всегда был с нами, и есть, и будет. И не только в этот день мы должны дарить подарки, как это все делается сегодня и на Рождество, мы друг другу должны дарить свою любовь и помощь. За то, что мы охладеваем в вере, Господь забирает у нас святыни, они разрушаются, что было и в нас в 20 веке. Потому что то, что строили своими руками после сатанинской злобой, люди разрушали за наше маловерие и неверие. Так случилось и в городе Мире, когда охладела любовь к Богу, когда начались между собой эти всякого рода разделения, купцы с города Бари, не без воли Божьей тоже попущение было, они пришли в храм, разломали гробницу, и забрали часть мощей, и отвезли в город Бари, где они находятся до сегодняшнего дня. Святитель Николай из Жития сказано, что он предупреждал нерадивых монахов, что если вы не будете жить благочестиво, если вы не будете смотреть за гробницей, если вы не будете помнить, кто тех, кто служил верой и правдой Богу, и сегодня ваши молитвенники, то Господь заберет святыню. Так и случилось. Но мы не знаем воли Божьей, но если бы не было воли Божьей, не были мощи перенесены в город Бари, мы не знаем, что с ними было бы в Турции, в мусульманской стране, может быть, как и все остальные святыни, были бы уничтожены. Но Господь оставил нетленный муж и для нас, чтобы мы вразумели милосердие Божие и молитвенное предстательство перед Богом святителя Николая. Субтитры создавал DimaTorzok